Теперь у нас будет возможность поговорить с Фёдором Венеславским, это член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны разведки. Фёдор, спасибо, что нашли возможность выйти с нами на связь. Ну вот и Генштаб, и все наши разведвойска говорят о том, что, судя по всему, в ближайшие дни будет очень непросто на западе нашей страны, и враг планирует ожесточенные бои. Какая у вас последняя информация по стягиванию войск в эти регионы? И вообще ваш прогноз, как может разворачиваться ситуация на фронте в ближайшие дни? Потому что вот я сегодня видел, американские генералы предполагают, что вообще сейчас может начаться вторая фаза очень такой вязкой, затяжной войны, затяжных военных действий на территории Украины. Приветствую вас. Мы сейчас уже понимаем ту конфигурацию сил, которая складывается в тех либо иных регионах Украины, и очевидно, что целью сегодняшней, такой тактической целью Российской Федерации на территории Украины является восток Украины. Прежде всего, это Луганская и Донецкая области. Враг пытается взять полностью под контроль всю Луганскую и Донецкую область, пытается окружать нашу группировку сил, объединенных сил, которые воюют в Луганская и Донецкой областях. И им это не удается. Наши вооруженные силы очень активно оказывают сопротивление. Я думаю, что в любом случае те цели, которые ставит перед собой аршивское командование, они реализованы и не будут. Но, конечно же, учитывая, что в Российской Федерации, в этой стране потенциал еще, к сожалению, достаточно мощный, в том числе и благодаря, или из-за того, что до конца не применены все эти жесткие санкции, которых мы просим с начала войны, и о ведении которых призывают наши западные партнеры, прежде всего граждане западных стран, а именно нефтяной эмбарго, энергетическая эмбарго, в широком смысле слова, морской эмбарго, поток денежных средств Российской Федерации не истекает, к сожалению, запасы у них тоже есть, и поэтому, конечно же, они мобилизуют новые людские ресурсы, они перегруппировывают те силы и средства, которые были выведены и продолжают выводиться из территории Республики Беларусь, они перебрасывают их в Ростовскую область, в иные регионы Российской Федерации для того, чтобы сосредоточить свои усилия на востоке и на юге, на юго-востоке, скажем так, Украины. Поэтому первоочередная цель это Луганская Донецкая области и город Мариуполь, который является символом нашей стойкости, символом отпаги, они пытаются все-таки его покорить, хотя я думаю, что им тоже это не удастся. И также целями являются Херсонская и Николаевские области, хотя там активность, к счастью, меньше. Но вообще в Херсонском направлении сейчас наши войска сообщают, что удается освобождать село за селом в Херсонском направлении. Все совершенно верно, но тем не менее мы понимаем, что значительная часть Херсонской области, а также учитывая стратегическое размещение или стратегические возможности коммуникации между оккупированным Крымом и именно Херсонской областью, где есть два перешейка, где они восстановили железную дорогу, и через Крымский мост с Херсонской области, через Краснодарского края, через перешейки, они перебрасывают дополнительные резервы. Поэтому там, конечно, еще тоже нам предстоит достаточно много усилий для того, чтобы освободить нашу землю от расистской захвачки. Поэтому, конечно, говорить о том, что уже закончилась война или что мы уже приближаемся к окончанию войны, к сожалению, оснований таких нет. Но наше командование, наш главнокомандующий, господин Залужный, наше оперативное командование ЮГ, Литвина в Одессе, они понимают все замыслы врага и наше командование объединенных сил. Все понимают замыслы врага, понимают, как им противодействовать. Не просто, но ситуация контролируется нашими вооруженными силами. Я уверен, что результаты будут продемонстрированы в ближайшее время. А скажите, вот сегодня была информация, что россияне активно наемников привлекают. Кто эти люди? Из каких стран? Много ли их? Россия с первого дня войны, когда особенно уже было очевидно, что союзники России по организации коллективной безопасности не горят желанием направлять свои войска в Украину. И, к счастью, не хватило здравого смысла и логики не увязываться в эту авантюру Путина. Даже Лукашенко до сих пор удается петлять. Я сейчас расцениваю вероятность полномасштабного сухопутного вторжения со стороны Республики Беларусь еще ниже, чем оценивала раньше. Хотя я всегда говорил, что я оцениваю как не очень высокую, хотя она существует. Из других стран ОКДБ тоже не принимают участие в этой авантюрной войне террористической. Поэтому Российская Федерация с первых дней войны призывает наемников из Сирии, из Ближнего Востока, принимать участие в войне против Украины. Но в отличие от пушечного мяса, которыми являются российские военнослужащие, наемники все очень трезво оценивают преференции, которые они получают в материальном плане и ту угрозу, которую они сами себя подвергают, если увязываются в эту авантюру. Поэтому Российская Федерация постоянно ведет соответствующую деятельность. Но сказать, что это массовое привлечение наемников, пока что у нас такой информации нет. Это обословливается и уровнем материального обеспечения, которое им предлагает Российская Федерация, и также реальной оценкой перспектив для себя лично, для своей жизни, если они сунуться на украинскую землю. Поэтому есть такие факты, но не очень массово. Федор, я еще хотел уточнить, поскольку вы сказали, что войска, выведенные с Черниговского и Киевского направления, сначала на территории Беларусь, потом передислокации, потом стягивание их на восточные направления, означает ли это, что жителям Киевщины, Черниговщины можно выдохнуть? Я не считаю, что уже можно выдохнуть по двум причинам. Во-первых, все-таки на территории Республики Беларусь остаются вооруженные силы Российской Федерации. Батальонно-тактические группы самой Республики Беларусь продолжают делать какие-то маневры возле границы, подход, отход, перемещение вдоль линии государственной границы. И поэтому исключать повторного вторжения я на данный момент не могу. Я думаю, его никто не может. И, конечно же, полностью быть спокойными от сухопутного расширения опять на этом направлении, мы сейчас не можем быть убеждены или уверены в том, что этого не будет. С другой стороны, спокойными нельзя быть по одной простой причине. Российская Федерация ведет против Украины террористическую войну. Она обстреливает населенные пункты, объекты именно гражданской мирной инфраструктуры, жилые дома, ракетами баллистическими, которые запускаются с территорий далеко за пределами Украины. С акватории Черного моря, с территории Российской Федерации, с территории Республики Беларусь. И эти ракеты типа «Искандер», типа «Калибр», они фактически простреливают всю территорию Украины. Поэтому ни на востоке, ни на западе, ни в центре, ни на юге на сегодняшний день гражданам мирным, спокойным быть нельзя. И мы видим, что ракетные удары продолжаются. Тем более, все еще, хотя уже в значительно меньшей степени используются военно-космические силы, военно-воздушные силы Российской Федерации, то есть они наносят удары из самолетов. Хотя после того, как наши системы ПВО и наши вооруженные силы даже противотанкими, ракетными комплексами позбивали достаточно много и самолетов, и вертолетов противника, они уже опасаются, вот так как в первые дни войны, господствовать в воздухе, потому что они видят, что потери стали, ну, скажем так, Российская Федерация потеряла в этой войне уже своих самолетов больше, чем есть вообще на вооружении некоторых стран Европы. Да-да, мы слышали цифру, более чем на 10 миллиардов долларов военной техники уже потеряла в этой войне Российская Федерация, это при том, что годовой бюджет 50 миллиардов долларов у этой страны на вооружение, то есть пятую часть, а то и больше. Потери очень страшные, да, потери у Российской Федерации очень страшные, и летчики уже опасаются так открыто летать, как они раньше летали, но тем не менее, все-таки из территории Республики Беларусь с этих бомбардировщиков ракетные удары наносятся по территории Украины, то есть спокойным быть, к сожалению, до конца войны не может никто, и куда будет нанесен следующий ракетный, либо бомбовый удар Российской Федерации, мы не можем знать, хотя наши средства ПВО, конечно, успешно им противодействуют, тем не менее, не все ракеты удается сбить, и некоторые из них падают. То есть, Федер, вы подтверждаете тезис, возвращаться домой еще пока рано, еще опасно, очень опасно. Ну, вы знаете, тут ситуация очень неоднозначная на самом деле, потому что люди устали от войны, люди устали быть вне своего жилища, и они пытаются, даже если еще существует опасность, возвращаться в свои дома, и начинают вести жизни уже немножко на освобожденных территориях, и возрождается бизнес, возрождается предпринимательская активность, и это тоже очень нужно, поскольку наша экономика очень сильно пострадала из-за этой вероломной террористической агрессии Российской Федерации, и это тоже нужно делать. Но нужно помнить и понимать, что те сигналы воздушной тревоги, которые звучат в разных городах, они звучат не случайно и не напрасно, и необходимо сразу же предпринимать в соответствующей мере предосторожности и прятаться в бомбоубежище для того, чтобы не стать жертвой этой варварской террористической войны России. Что ж, мы уверены, что мирное время совсем скоро придет в нашу страну, и наши войска одержат блестящую победу. Спасибо вам, спасибо всем нашим воинам, спасибо всем, кто защищает нашу страну. С нами на связи был Федор Венеславский, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и оборонной разведки.